Антарктида. Загадочный и малоизученный континент. А то, что скрыто в глубинах окружающих его вод, вообще большая загадка. Изучать глубины океанов так же не просто, как изучать космос. Но сегодня я покажу вам, что скрывают холодные воды Южного океана, омывающие Антарктиду. Погружаемся вдоль ледника, на глубину 200 метров, в так называемую «сумеречную зону» — границу, куда еще проникают остатки солнечного света, но в очень малом количестве. И оказывается, здесь жизнь просто кипит от изобилия разнообразных существ. Это перосома — желеобразные полые трубы, достигающие 30 метров в длину. Представляется, собой колонии из тысяч морских животных, называемых зооидами. Обычно обитают в теплых водах, но и здесь они встречаются. Это кальмар с необычными глазами. Правый глаз всегда смотрит вниз, в кромешную темноту, а левый направлен в сторону поверхности, и он вдвое больше правого — так он лучше улавливает свет. Неудивительно, что его называют косоглазым кальмаром. Еще более странное существо — рыба-бычкоглаз, или малоротая макропина. У нее прозрачная голова, наполненная желе, и она способна смотреть вверх сквозь свою же голову. Это кальмар гумбольта — активное и довольно агрессивное животное. Два метра в длину и весом в 50 килограмм. Хватает все, что движется, нападают даже на себе подобных меньшего размера. Погружаемся ниже, в абсолютную темноту, на километровую глубину. Здесь, как в открытом космосе, вокруг лишь черная бескрайняя пустота. Ну и здесь есть жизнь. Стоит лишь выключить прожектора, и начнется шоу. Многие глубоководные существа оснащены биореминесценцией, способностью излучать свет с помощью химических реакций в своем теле. Это помогает им привлекать добычу, отпугивать хищников, или общаться в полной темноте океанских глубин. Здесь хищники выглядят особенно страшно. Это рыба саблезуб — одной из самых устрашающих обитателей глубин. Несмотря на небольшой размер, обычно до 20 сантиметров, она выглядит как настоящее чудовище из фильмов ужасов. Ее огромные, как кинжалы, зубы не помещаются во рту и торчат наружу, даже при закрытой пасте. Это сифонофоры — одни из самых загадочных и необычных существ в океане. На первый взгляд они похожи на светящийся шнур, но на самом деле сифонофора — это колония тысяч, а иногда и сотен тысяч крошечных организмов, которые работают как единое целое. Эти существа могут достигать невероятной длины. В 2020 году у берегов Австралии была обнаружена сифонофора длиной около 47 метров. Это длиннее синего кита. Опустившись на дно, мы повстречаем удивительную рыбу — морская жаба. Почти все время она проводит на дне, и поэтому ее плавники превратились в подобие ног. Так ей легче передвигаться. Удивительно, но на такой глубине обитают и гигантские хищники. Шестижаберная акула может вырастать до пяти и более метров в длину. Она медленно патрулирует, экономя энергию. Ей повезло найти тушу кита, упавшую на дно. Вскоре на пиршество приплывают и другие акулы. После того, как акула наевшись уплывает, на тушу приходит команда зачистки. Это крабы-морские пауки, каменные крабы и другие мусорщики. Они будут доедать тушу. Морское дно на глубине шести километров не всегда представляет собой пустыню. Есть здесь и свои оазисы в виде глубоководных кораллов, которые служат пристанищем для многих видов глубоководных существ. Есть здесь даже свои подводные озера. Это красивое и очень необычное озеро. Угорь будто парит в воздухе и иногда ныряет вглубь. На самом деле он находится в смертельной опасности. Дело в том, что это не простое озеро. Оно находится на дне океана и в нем очень высокая концентрация соли. Все живое, что туда попадает, умрет, если будет находиться там слишком долго. Такие озера – настоящие кладбища живых существ. Рыба ненадолго попала в такое озеро и получила токсический шок. Лишь каким-то чудом она смогла выбраться. Таких озер особо много в Мексиканском заливе. Извержения из-под земли выделяют сверхсоленую жидкость. Она тяжелее воды и поэтому скапливается в низменностях, образуя озера. Зрелище это невероятное. Настоящие озера концентрированы соленой воды на дне океана. Звучит как бред, но это реальность. Их берега усеяны огромным количеством моллюсков, которые привлекают других существ. Угрю-головорезу здесь есть чем поживиться. Некоторые из них даже отваживаются нырнуть в соленое озеро. Уголь слишком долго находился внутри и получил токсический шок. Если он не уплывет подальше от озера, то умрет. Ему удалось выбраться. Но не все были так удачливы. Ребят, я создал телеграм-канал, на котором показываю видео о последних катастрофических событиях. Таких как недавний мощный торнадо в США, град гигантских размеров и ураганы в Китае. Различные необычные видео про животных. Есть посты про мистику, например, какая-то странная молния. И многое другое. Прошу вас подписаться и заценить канал. Отписаться всегда успеете. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии.